В 1837 году, 10 февраля по новому стилю и 29 января по старому, умер Александр Сергеевич Пушкин. Еще современники возвели его на пьедестал великого поэта, а после революции стал особенно востребованным его образ борца за свободу. В 1937 году правительство организовало всесоюзное празднование столетия со дня смерти Пушкина. Открывались новые памятники, выставки и музеи, проводились масштабные демонстрации и конференции, переиздавали сочинения поэта, в его честь называли улицы и набережные. Именно тогда появилось и современное название нашего музея. До революции он создавался как Музей изящных искусств имени императора Александра III, а позже его несколько раз переименовывали, пока не наступило столетие со дня смерти Пушкина. С тех пор он известен как Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина. Об этом посвящении напоминает бюст, работа Джованни Витали. Хотя наш музей связан не с литературой, а с изобразительным искусством, причем не только отечественным, но и мировым, имя Пушкина давно воспринимается как его органичная часть. В конце концов, как поэт, Пушкин творил в связи с общим европейским контекстом.